друзья всем привет рад что вы снова заглянули ко мне в гости уверен вы помните я уже говорил о своих планах запустить травники полюдаем и о том чтобы эти резервуары я хочу запустить исключительно на вулканической лаве и без каких-либо фильтров все что вы увидите в сегодняшнем выпуске было снято еще несколько недель назад но связи с обстоятельствами о которых я рассказывал в одном из прошлых видео мне только сейчас представилась возможность все это дело смонтировать и выложить на просторы youtube вы только посмотрите какие шикарные камушки ко мне приехали и да кстати чуть не забыл друзья все камушки и грунт который я вам покажу дальше в этом выпуске я приобрел интернет-магазине мозг ревитос . орб ссылочку на которой оставлю внизу под этим видео не сочтите это за рекламу просто многие люди которые уже видели эти камушки задают один и тот же вопрос где я приобрел эту красоту ну так вот делюсь ссылочкой мало того сергей администратор этого магазина любезно согласился предоставить скидку на весь ассортимент в размере 5 процентов для каждого зрителя канала amazonian dream для того чтобы получить скидку нужно ввести промокод при формировании заказа который вы найдете внизу под этим видео итак друзья для нового травника и полиудариума я заказал почти 100 килограмм вулканической лавы приехала аж пять ящиков с камнями от чего я был безумно счастлив и сразу же по приезду домой занялся их распаковка всего в заказе было 40 литров лавовой крошки из которой половина мелкой фракции до 5 миллиметров вторая же часть состояла из фракции от 1 до 2 сантиметров которую я планирую использовать в качестве субстрата для растений полиудариуме ну и остальная часть посылки состояла из камней разных размеров величиной с кулак и до булыжников весом 15 килограмм а также уже готовой сформированной композиции подобрать которую мне любезно согласились магазине мозг ревитос собственно в качестве благодарности за то что они мне пошли на встречу с подборкой камней для композиции я хочу порекомендовать вам этих ребят так как у них есть очень большой выбор разных камней грунтов растений и всего того что вам может понадобиться для художественного оформления своего аквариума ну да ладно хватит уже расхваливать этот магазин давайте приступим непосредственно композиции которую я сейчас извлекаю из коробки как видите все камни обернуты и пронумерованы для того чтобы в процессе оформления аквариума не было проще найти тот или иной камушек как-то в сообществе канала я уже публиковал фотографии будущего скейпа так что если вам интересно узнать как должна выглядеть композиция не поленитесь зайти на вкладку сообщества идею созданием травника я вынашивал почти год изначально хотел запускать коряжник с карпатским камнем на флюваревском грунте но подсчитав бюджет такого аквариума системы фильтрации и освещения постепенно планы перешли в сторону вулканической лавы обросшей мхами и медленно растущих растений типа папоротника поцефаландры и анубиаса прирастить гладкому камню мох не всегда представляется возможным чего я только не пробовал и нитками приматывал пытался прикрепить с помощью сетки наматывал леску даже суперклеем клеил во всех случаях в процессе нарастания шапки нижняя часть мха подгнивала и попросту отваливалась от субстрата во время стрижки поэтому я решил провести эксперимент ничего не клеить и не приматывать а просто натереть лаву мхом и попробовать прирастить его без воды просто во влажной среде таким образом мух прочно прикрепиться к камню и даже в процессе стрижки его оторвать будет сложно хотя такой способ весьма долгий и требует терпения и выдержки но надеюсь оно того стоит в любом случае скоро мы с вами лично убедимся как это все работает в действительности и да если у вас есть опыт приращивания мхом к камням напишите о нем комментариях к этому видео лично для меня ваш опыт будет очень полезным да и другим почитать уверен будет интересно как я обмолвился чуть ранее запуск аквариума планируется в несколько этапов приращивание мхом во влажной среде без воды что займет не меньше месяца а то и более формирование дизайна настраивание фильтрации и созревание биологического равновесия и только тогда будут высажены папоротники и буцефаландры а ну без и мне тоже дико нравится я планирую собрать большую коллекцию этих растений но скорее всего выращиваться они будут надводной форме а именно полюдариуме который будет расположен на той же стойке что и травник и по совместительству выполнять функцию биофильтра для этого аквариума этот выпуск я бы назвал водным или ознакомительным так как для будущего травника будет посвящена отдельная рубрика на канале которой я планирую выкладывать видео от оформления и запуска этого аквариума заселение жильцов и созревания до дальнейшего обслуживания мы вместе с вами будем любоваться 200 литровым подводным мерком а то каким именно образом будет все оформлено и какой фильтрации и света вы сможете увидеть уже в следующих выпусках ну что ж мелкие камушки и композицию для хардскейпа мы уже распаковали теперь очередь за большими камнями которые я планирую установить в полюдариум все эти три куска будут почти полностью выступать над уровнем воды и хочется обсудить их мхом мне просто очень интересно что из этого получится такой себе эксперимент сможет ли аквариумный мог расти в надводной форме из одного из этих камней я планирую сделать основу для небольшого водопада вода для которого будет поступать из стоящего над полюдариумом аквариума в общем друзья идея у меня много желание есть да и практически все кроме фильтрации уже сделано но не хватает времени надеюсь ваша активность поможет мне ускорить процесс работы над этим проектом кто-то в сообществе под фотографии этих камней меня спрашивал точно ли это лава да друзья это именно лава причем очень даже хорошего качества все дело в том что сейчас камни не помыть и немного крошится после транспортировки да и мокрая лава выглядит совсем по-другому нежели сухая и вот еще что раз уж мы заговорили о полюдариуме подскажите какие аквариумные растения могут жить над водной форме без корневых подкормок хочется как-то разнообразить в нем растения и не ограничиваясь одними анубиесами я точно знаю что у полюдариуме хорошо себя чувствуют щитолистники и хинодорусы лимонник гиграфила но так как я уже года два как не имел дело с растениями хочется чтобы вы подсказали какие именно виды в надводной форме красиво выглядят буду за это вам очень сильно благодарен вот и дошла очередь до лавовой крошки приехала она ко мне очень хорошо упакованная в плотных пакетах и расфасована по 2 и 5 килограмм заказал я три фракции самую мелкую и среднюю буду использовать в качестве основного грунта в аквариуме и полюдариуме из крупной же я отобрал самые большие камушки для того чтобы в будущем приращивать на них мхи а остальную высыпал к себе в сан мне очень понравилось как эта крошка выглядит под водой особенно мелкая фракция ничем не уступает дорогим фирменным грунтам и главное лава имеет неограниченный срок службы в отличие от активных грунтов сравнивая с тем же монада лава выглядит естественно не всплывает и во много раз пористее правда и стоит немного дороже но опять же тот же монада это скорее керамзит мелкой фракции а тут грунт природного происхождения перед тем как поместить лаву в аквариум я честно пытался отмыть ее от взвеси но после полчасового марафона с ведрами в руках я понял что трачу время пустую просто ополосну остатки высыпал все аквариум и залил водой и 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 уже в следующем видео из этой серии вы увидите оформление хардскейпа моими кривыми руками, а также подключение аквариума к полюдариуму для того, чтобы зациклить круговорот воды между этими двумя резервуарами для организации активной биофильтрации. Ну и наконец, друзья, остался еще один небольшой нюанс. Если вы хотите побыстрее увидеть продолжение этого видео, а точнее то, как я оформляю аквариум с помощью этих камней, залайкайте это видео по самое не хочу. Возможно, это меня немного расшевелит, а то после праздников что-то никак не могу войти в привычный режим работы. На этом хочу поблагодарить всех вас за просмотр, задавайте вопросы, пишите свое мнение о камушках в комментарии и делитесь видео с друзьями. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok